Свадебный поезд вернулся из Севастополя. В этот раз участницами проекта стали 25 молодых железнодорожниц. Об их путешествии расскажет Дина Власкина. В этих больших чемоданах целый арсенал того, чем можно покорить неприступный Севастополь. В город моряков невесты во всеоружии вылетают из военного аэропорта Чкаловский в Бельбек. 7 часов в пути, полет нормальный. И даже после такой дороги в их глазах только азарт. Все девчонки уставшие, но довольные и счастливые уже хотят идти на море. Молодых и красивых море встречают большим парадом кораблей в честь Дня военно-морского флота. Месяц подготовки и больше 20 эпизодов показательных выступлений демонстрируют всю силу и мощь действующего флота. Большинство участниц проекта «Свадебный поезд» в Севастополе впервые. Лучшие сотрудницы РЖД и элиты Черноморского флота на следующий вечер после парада встречаются на балу. А вот то, ради чего молодые железнодорожницы преодолели тысячи километров. Буквально через несколько минут в Севастопольском доме офицеров Черноморского флота начнется Севастопольский бал. Его участники профессиональными танцами не занимаются, поэтому учатся здесь и сейчас. Что из этого выйдет, мы сейчас с вами увидим. Танцевали полонез, мазурку, кадрили, конечно, севастопольский вальс. На ходу ведущий рассказывает о всех тонкостях бала, его этикете и традициях. В 19 веке, как говорили, балы – это ярмарка невест. И прекрасно об этом пишет Оксана Юрьевна Захарова. О том, что на балы приглашали офицеров, притом часто их отбирали. Приходя на бал, они служили. Они не просто приходили потанцевать для собственного развлечения и для себя. Они приходили для того, чтобы в какой-то степени держать честь своего полка. Спустя века цели не изменились. Проект «Свадебный поезд» рассчитан на сохранение и укрепление семейных ценностей. Один танец на балу может превратиться в романтическую историю на всю жизнь. Нам начали звонить девушки, которые знали о нашем проекте «Свадебный поезд» с просьбой. Отвезите нас в Крым. Мы хотим замуж за села Стопольца. Как удачно выйти замуж и сохранить счастливую семью. Девушкам в поездке рассказывает телеведущая, известный психотерапевт Наталья Толстая и супруги Инны и Андрей Говоруновы, участники первого пилотного проекта «Свадебный поезд». Оба железнодорожники Северокавказской магистрали. Свою любовь и верность в семье они несут больше 25 лет. Самое главное – уметь прощать и понимать. Тогда жизнь сложится, семья будет крепкой и действительно будет счастье в семье. Перед красотой железнодорожных невест город моряков не устоял. У некоторых из девушек появились кавалеры и новые знакомства. Но свадебный поезд не останавливается и ждет новых пассажиров. Его хотят пустить по всем 16 магистралям. Следующими остановками могут стать Санкт-Петербург и Будапешт. Дина Власкина, Юрий Ларионов, РЖД ТВ, Севастополь.